здравствуйте мои дорогие с вами снова я дольче даша предыдущем выпуске мы с вами обсуждали аромат аура от мюглер и я сравнивала свои впечатления от аромата кашарель иден и аура мюглер пыталась найти что-то общее но в основном дело касалось различий в этих ароматах от а также немного затронула стилистику любимейшего из своих модельеров тьери мюглера в этом выпуске я приглашаю вас насладиться красотой аромата и эстетикой флакона angel muse этот аромат как радостно было узнать стал теперь постоянным в линейке ароматов angel от мюглер и почему я так этому обрадовалась потому что как мне кажется это очень удачная версия оригинального ангела но с тем лишь отличием что здесь очень большой упор сделан на шоколадные аккорды на аккорды арахисовой пасты хотя я слышу очень явно и очень сильно что пахнет он нутеллой и конечно же оригинальный ангел в нем очень хорошо просматривается чувствуется и вы понимаете что да это все-таки семейство ангельское это ну да и конечно фирменные мюглеровские ангельские почули здесь присутствуют аромат формате 30 миллилитров перезаполняемый флакон видите какая здесь красивая звезда космик пэбл пэбл это вообще галька на морском берегу или кегля ну вот такая вот капсула я когда показала этот парфюм своему папе говорю вот смотри купила в магазине он посмотрел сказал вот когда закончится аромат подари мне флакон настолько флакон этих духов его восхитил и он даже сказал что это шедевр инженерной мысли что флакон совершенен но аромат моего папу не интересует ему нравятся такие оригинальные дизайнерские решения у мюглера таких решений хоть отбавляй вот что этот ангел сделан с большой любовью правда к сожалению вот эта звездочка не перезаполняемая такие варианты тоже существует но это еще версия где написано указано тьери мюглер сейчас везде на любом парфюме уже более таких свежих выпусков пишется без имени просто мюглер что же собой представляет этот аромат как я уже сказала здесь чувствуется очень хорошо прародитель то есть оригинальный ангел в парфюмерной воде вообще парфюмерная и туалетная отличается между собой мы как-то эту тему затронем но здесь все также интенсивно слышны и пачули ангельские сахарная вата кокос ваниль и также я очень хорошо слышу вот эту фирменную ноту angel muse шоколадную пасту вы знаете этот аромат мне еще понравился и привлек меня тем что когда очень хочется сладкого стараюсь себя в этом все-таки как-то ограничивать потому что это не очень полезно и речь идет сейчас не только о фигуре но шоколадная паста это мой личный наркотик как помните в мультике чип и дейл рокки реагировал на сыр так я реагирую на шоколадную пасту и мне очень сложно себя контролировать а вот такие вот сладости не вредны ни для фигуры не для сосудов не для вашего организма вдыхая этот аромат аромат от себя целый день поскольку он очень стойкий я наслаждаюсь сладким ароматом шоколадной пасты вот конфет пролине в принципе это все вокруг одного и того же такую гурманику я очень люблю она поднимает настроение и особенно хорошо то что уже холодает уже хочется уюта в ароматах хочется какой-то сладости томности и чтобы ароматы были помощнее чтобы они окутывали меня и сопровождали во всех моих повседневных делах особенно если я куда-то выезжаю и имею возможность как-то и в более прохладную температуру насладиться ароматом также и приходя домой где теплее почувствовать этот аромат я считаю что это очень удачная версия ангела и для меня большая радость что его теперь оставляют постоянной линейки вариации на тему оригинального ангела что в них все-таки различные вот этот ангел звучит мягче практически где-то минут через 30 после нанесения а оригинальный парфюмерной воде еще где-то часа два смягчается очень медленно высвобождая сначала такие почулиевые ноты напоминающие хвою сахарную вату но такую вот колкую и с прохладным эффектом здесь больше все-таки акцент на шоколадную такую вот ваниль и кокос здесь чувствуется но все-таки знаете в купе с шоколадной пастой такое впечатление что здесь как будто бы жидкий эквивалент батончика баунти не только арахисовая паста но опять же я говорю это о том когда наносишь на кожу и с течением времени аромат меняется становится слаще мягче хотя он конечно же намного мягче чем его прародитель они оба для холодного времени года для осеннего сезона зимнего сезона ну весенний вы также можете выбрать его всю красоту всю томность всю игру своих нот они вам подарят именно когда холодно когда прохладно хотя бы когда с утра вы идете там куда-то по делам или на работу и на улице гораздо прохладнее чем днем это вот такие уже конкретно осенние деньки а зимой мне кажется вот особенно в начале декабря в середине декабря когда все вокруг создает такую предновогоднюю предпраздничную суету а вы знаете что магазины этим пользуются еще в конце ноября начинается вся эта распродажа всяких новогодних тематических товаров и подарков и эта атмосфера очень сильно навязчиво но я думаю если вы в таком аромате то пережить это как-то легче это вам не столько надоедает сколько действительно помогает вкупе с ношением любимого аромата прожить эти дни до нового года и насладиться таким ощущением предвкушения чуда вообще вот ощущение чуда это то что мюглеру удалось очень хорошо передать в оригинальном ангеле и я думаю что он никогда не утратит своей актуальности своей популярности именно благодаря этому может быть иллюзорному может быть ускользающему такому неявному ощущению того что чудо возможно и в моей жизни тоже не только какое-то абстрактное не только какая-то там легенда какого-нибудь конкретного ребенка я почему-то знаете вспомнила чарльза диккенса и его роман оливер твист но и для меня для вас возможно чудо в этой повседневности в этой рутине или наоборот в засилье перспектив всяческих в жизни в ускоренном времени я не могу сказать что этот аромат мне нравится больше оригинального ангела потому что все же ничто не может затмить его индивидуальность и его уникальный такой вот пронзительно сладостно терпкий характер со стержнем с таким с явным выразительным я а этот аромат он все-таки вариация на тему ангела хотя и очень удачная я могу сказать что мне нравится и версия в комете у меня ее нет но она обязательно будет это туалетная вода оригинальная тоже в постоянной линейке angel mugler также мне очень любо и дорого моя версия с помпой в шаре я уже не рассказывала упоминала в рамках сборного видео об ароматах любимых мюглер и версия ангела в шаре это квинтэссенция той нежности теплоты любви какого-то трогательного воспоминания о детстве которые присутствуют в оригинальном ангеле и которые освобождаются спустя несколько часов даже будучи на очень горячей коже поскольку аромат очень мощный его сложно разогреть и вот эта вся красота конфет пралине кокоса ванили и сахарной ваты и такой вот прям шоколадистой ванили приятной без почули его такого резкого духа она вся есть сразу во флаконе в виде шара я его особенно люблю но все-таки предпочтение отдаю ангелу в звезде искренне люблю его и считаю что наверняка у меня будет всегда а насчет этого аромата я не уверена что касается ангела в шаре я думаю что он не будет выпускаться всегда но мюглер молодцы они сработали отлично и я думаю что это был гениальный ход сделать аромат ангел и туальдеревс в шаре флакон днем перезаполняемый то есть он у вас заканчивается и вы можете взять сорс мюглер то есть перезаполнить его или купить перезаполняемый флакон рефил заполнить ароматом оригинального ангела либо же ангела который в туалетной воде и будете наслаждаться вот этим форматом шара и дальше вот собственно такие у меня впечатления об этом аромате даже больше нечего добавить потому что он относится к одному из тех ароматов которые хочется просто носить наслаждаться им и не особо рефлексировать на эту тему то интересно мой муж похвалил эти духи хотя в принципе он к парфюмерии равнодушен но мюглеровские ароматы ему нравятся он их отмечает выделяет и как-то я бы даже сказала хвалит находит них какую-то изюминку скажите пожалуйста знакомы ли вы с оригинальным ангелом хотя я думаю что вопрос риторический знакомы ли вы с этой версии ангела какие впечатления она у вас оставляет расскажите пожалуйста в комментариях и вообще о вашем отношении к ароматам марки мюглер что любимая что нелюбимая и так далее в следующем выпуске мы с вами поговорим о еще одном любимчике из девяностых годов аромате фрэнк оливиер одноименом от дизайнера фрэнка оливье он у меня действительно ассоциируется с девяностыми подпишитесь чтобы не пропустить этот выпуск и другие интересные выпуски если вам понравилось это видео поставьте лайк и поделитесь им с теми кто также увлечен парфюмерии как и вы всего вам самого доброго до новых ароматных встреч а